Доброе здоровьи, уважаемые посетители моего канала. Как вы знаете, я занят сейчас тем, что выкладываю аудиокниги, 4 тома целительных сил. Вот третий том подходит к концу. И когда я смотрю о том, сколько их смотрят на спонсорской подписке, знаете, слезы наворачиваются, труд, я уже не беру то, что они написаны были, сколько это труда должно быть положено в написание, я уже просто беру то, что надо начитать и их вставить уже на спонсорскую подписку обработанное. Труд колоссальный, колоссальный труд, но просмотров ноль. 30 тысяч подписчиков, миллионы, миллионы страждущих болтаются по интернету, ищут какие-то своеобразные рецепты, что-то там такое, знаете, вот такое, чтобы кто-то что-то за них сделал. Не получится. Если же что-то и получится, то так, знаете, на какой-то короткий срок должна быть капитальная работа по приобретению знаний. Просматриваю различные каналы, и вот, в частности, я смотрю про гиганта из Украины, Павла Наконечного, который готовится к тяге, 500 килограммов с лишним, то есть, чтобы побить этот рекорд. Вы знаете, я тоже занимаюсь поднятием тяжести на тренажере таком интересном, и там тоже, я думаю, поднять 500 килограмм. Ну, дело не о том, а дело о том, вот еще, о мотивации, о, как бы сказать, увлечении человека, чтобы он там занимался своим оздоровлением, либо еще чем-то занимался. И вот как раз мне попался интересный видосик, который я сейчас приведу, и кое-что прокомментирую. Ребята были, которые восприняли мой ответ, как демотивацию к занятию видом спорта. То есть, опять же, та история, что тренер очень многогранный, мотивирует, лечит, тренирует, дает советы по покупке недвижимости и так дальше. Я на своем канале рассказываю о жизни в целом. То, что касается оздоровления, это малая часть вообще-то, хотя она и представлена тут в основном. Но о жизни в целом, все, что касается жизни. Потому что наше здоровье, так вот мы здоровье взяли, складывается из того, как мы ведем нашу жизнь. Я уже рассказывал, жизнь прожить, как песню спеть, и как мелодию красивую сложить. И много-много рассказывал. Слушаем дальше. Вопрос мотивации, у меня лично, мое субъективное мнение, что спортсмену, которому нужна мотивация для того, чтобы заниматься спортом, ему не надо заниматься спортом. Так же и бизнесмену, которому нужна мотивация, чтобы заниматься бизнесом, ему не надо заниматься бизнесом. Это же касается и больного человека. У него мотивация, конечно, есть, избавиться от болезни. Но вот он почему-то ищет любые способы, чтобы кто-то это за него сделал. Наживаем болезни мы сами. И это следствие нашего неправильного образа жизни. Еще разок скажу, образа жизни. А пытаемся решить это каким-то рецептом, походом к целителю, походом к врачу, походом в клинику, чтобы это за нас сделали. Так не бывает. Вот эта вот мысль, что мы заболели, и кто-то нас вылечит, очень неправильно. Укоренилось много тысяч лет назад. И идет через все эти тысячелетия сюда, говоря о том, что кто-то должен за нас это сделать. Сделаем то, сделаем все, сделаем пятое. А чтобы не болит, вообще прививочку поставим. От глупостей, от болезней, от безденежья. И все будет нормально. Практика показывает, что ничего этого нет, пока человек сам не начнет работать с собой, любимым. Обычно люди, когда занимаются своим делом, то они достаточно сильно самостоятельно мотивированы этим делом. То есть у них нет особо проблем с морально-волевым аспектом в этом формате. Они получают удовольствие от того, чем занимаются, и подгонять их не надо. То есть наблюдая ребят такого характера, которые задают вопросы про мотивацию, демотивацию, про программу тренировок, какую-то таблетку, которая им поможет, что они что-то там хотят. Это очень много людей, которые находятся в какой-то иллюзии. И работа тренера, либо наставника, какого-то, как угодно, для того, чтобы им показать, что есть на самом деле, где они находятся на самом деле, на чем основаны их незнания, где у них розовые очки. И тогда уже делать, действовать. Потому что без действия никакие процессы не будут сделаны. Обязательно нужно вставать, брать и делать. Если вы хотите, чтобы за вас на экзамене сдал экзамен ваш товарищ, то это вы сами себя обманываете, потому что вы не получите этих знаний, которые должны были получить, которые вам помогут потом в будущем. То есть вы сами себя обманываете. Это нужно все проходить, эти действия учить, понимать, и тогда будет хороший результат. Лично я, вот все говорят, вот там какой-то слесарь, который что-то там рассказывает, позвольте. Я затратил и затрачу огромное количество времени на самообучение, на самообразование. Это не просто теория, это и практика идет. И в результате всего этого начинает что-то получаться. Большинство животных людей, не читая ни книги специальные по оздоровлению, уже специально по оздоровлению написано так, что это именно для оздоравливающегося, для больного человека, чтобы расширить его кругозор, что же там происходит с его организмом, почему он заболел, какие процессы надо включить для того, чтобы исцелиться, и как это все поддерживать. Нет, ничего не надо. Будем туда-сюда бегать. По каналам, по интернету. Будем что-то искать, какой-то, вот в основном, знаете, вот развлекательный канал. Развлекайте меня, вот развлекайте меня. Нет, жизнь такая вещь, если вы хотите действительно чего-то достичь. Должен быть серьезный подход в целом к жизни. Чтобы она сложилась, не кто-то вам сдал и показывает, что у него дом, машина, там, грубо говоря, счет в банке, он там позволяет себе там на Мальдивы съездить или еще куда-то. Он позволяет себе. А вы не можете позволить, потому что не занимались собой, не занимались самообразованием. Вот такие-то дела. Мне даже как-то не обидно, а просто вот неясно, непонятно, потому что я, если ставлю какую-то перед собой цель, я начинаю работать, какие-то действия делать для того, чтобы этой цели достичь. А тут какая-то халява. Нет, вот в обретении собственного здоровья, собственного здоровья, халява не пройдет. Здесь необходим, в первую очередь, знания. И дальше осознанный труд на основе этих знаний. Вот тогда что-то будет получаться.